так подложу здесь тряпку чтоб сильно не марать и потом не промывать а теперь можно снимать оба шланга один и второй берем новый фильтр беру новый фильтр новый фильтр оригинальный тридцать один семьсот двадцать шесть один икс и ноль а фильтр ну и сразу чтобы он у меня не скользил внутри тряпочкой масло протру одеваю один шланг и одеваю второй шланг убираю тряпку и наживляю болты подтягиваю и затягиваю устанавливаю на место хомуты вот и все фильтр у нас установлен а теперь можно устанавливать на место нижний фильтр все фильтр промыл продул почистил чистенький ровненький здесь у нас два крепления кронштейна кронштейна проводки мы фильтр заводим за них чтоб они у нас не поджались так вот это у нас здесь короткий болт идет а вот он как раз один на кронштейне а все остальные болты у нас идут одинаковой длины прокладки нет он просто за счет такого большого количества болтов равномерно по всей площади прижимается наживляем все болты ставлю 9 ньютонов метров и прохожусь сверху наetrết кризис тенец по-насоль сломающую 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 все фильтр протянул сейчас подчищаю немножко от старой прокладки посадочная вот такой скребочек у меня площадочка и очень удобно раз 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 очищает всю эту поверхность не ножом скажем такая разновидность стамески но это специально сделано для этих вещей чищу все протер прочистил беру новую прокладку сейчас номер покажу просто картонку целиком не поднимаю номер прокладки 31 397 1 x e 0 а вот такая идет прокладочка она идет профилирована с напылением которое не позволяет бежать герметиком мазать не надо поэтому устанавливаем и наживляем поддон я тоже промыл магниты промыл устанавливаем прокладку на направляющие и наживляем болты сложного в этой процедуре ничего нет каждый может сделать при наличии инструмента ямы или подъемника это все самостоятельно я уже эту процедуру снимал каждый раз что-то узнаешь для себя новое как-то облегчаешь работу профессионалом я никогда не позиционировался поэтому делаю так как считаю нужно обучать никого не обучая просто показываю как данные виды работ исполняя собственноручно она наживляя все болты и подтянем 9 ньютона метров динамо ключом также ставлю 9 ньютона метров и начиная от середины с двух сторон так 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 прохожусь по периметру по всем болтам все подтянул теперь оттягиваю пробочку потому что я ее когда поддон снимал я ее не подтягивал теперь ставлю на место воздухозаборник смазываю резьбу наживляю и затягиваю ставлю на место боковой пыльник клипсы смазываю обычной силиконовой смазкой перед установкой легко закрываются легко потом снимаются и так каждый то есть каждую клипсу яйцо 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 и заливаю масло все открыл новую канистру и выливаю 5 литров эту канистру полностью выливаем завожу автомобиль и прогреваю коробку до 45 градусов и уже после этого выставляю уровень по норме 5 литров масла влил запускаю двигатель проверяем снизу чтоб у нас ничего не бежало вроде все сухо подтеков нет ну а теперь прогреваю коробку и меряем уровень вот он все балуется сигналками так вот маленько погрелось нормы еще нету проверю сколько уровень 30 градусов пока всего так у нас минимум чуть выше нижней риски минимум это значит нам смело можно добавлять пол литра масла так так Продолжение следует... Так, пол-литра добавил, теперь грею до 45 и опять проверяю. Все, прогрелся, то есть прогрелась коробка. Теперь проверяю уровень. Вот он и уровень. Как был до замены, так я его и поставил. Чуть выше риски. Так и оставляю. Ну и состояние масла, если замена, оно и так было. Была слеза. На этом все. Замену фильтра, промывку поддона, замену прокладки и замену масла в вариаторе я закончил. Субтитры сделал DimaTorzok